Время ассоциации 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 На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Да, в 1965 году в Российской Федерации уровень смертности был 6 на 1000. Это был самый низкий уровень смертности в мире. И это справедливо подавали как достижение нашего социалистического образа жизни. Но вдруг смертность начала резко расти и в 1980 году достигла 12 на 1000. Это была катастрофа. За 15 лет в стране в два раза выросла смертность. Надо было найти какое-то разумное объяснение. Нашли, сказали, что это эхо войны. Якобы в войну Великого Отечественного народа натерпелся и вот пришло время массово умирать, так что все нормально. Но вдруг с 1980 по 1985 год смертность застабилизировалась на уровне 12 на 1000. И вдруг в 1985 году ни с того ни с сего смертность в Российской Федерации резко пошла вниз. И в 1987 году достигла опять своего естественного минимума 6 на 1000. И вдруг в 1988 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх. И в 1994 году достигла 20 на 1000. И сейчас она где-то здесь болтается между 20 и 30 в разных регионах России по-разному. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого не было никогда в истории науки, чтобы рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Это совершенно разные процессы. И тем не менее в России это случилось. Действительно в 1965 году рождаемость была 20 на 1000. Это был самый высокий уровень рождаемости в Европе. Вру. Мы на втором месте. На первом месте шла Албания. Мы шли после Албании по уровню рождаемости. Но вдруг рождаемость начала резко падать. И в 1980 году достигла 14 на 1000. Это была тоже катастрофа. Такого резкого падения рождаемости не могли никто предполагать. Лишь надо было найти какое-то разумное объяснение. Нашли. Урбанизация населения. Якобы народ массово начал переселяться в города. А в городах якобы не до рождения детей. Так что все нормально. Но вдруг с 1980 по 1985 год рождаемость застабилизировалась. И вдруг в 1985 году в Российской Федерации и на Украине произошел неслыханный за всю историю демографический взрыв. Резко пошла рождаемость вверх. И в 1987 году опять достигла 20 на 1000. И вдруг в 1988 году ни с того ни с сего еще была советская власть. Еще Ельцин с Кровчуком партийные билеты в карманах носили. Рождаемость вдруг резко полетела вниз. В 1991 году она пересекла смертность. И в 1994 году достигла рождаемость 6 на 1000. Здесь она болтается. Но вот сейчас приняты какие-то экстренные меры. Платят огромные деньги за рождение второго ребенка. Рождаемость потихоньку-потихоньку начинает расти вверх. Вот он русский крест. Все произошло за 6 лет. За 6 лет наша Россия, да и Украина в том числе, из процветающих государств превратилась в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я вам нарисую график душевого потребления алкоголя в России. А душевое потребление алкоголя это объективный показатель уровня пьянства. За год все выпитое пиво, вино, водка, выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот выяснилось, что душевое график душевого потребления алкоголя почти точка в точку совпадает с кривой смертности. В 65-м году в России пили 6 литров на душу населения чистого спирта. 6 литров. Смертность была 6. С 65-го по 80-й год вдвое увеличилось количество алкоголя. До 12 литров. До 12 возросла смертность. С 80-го по 85-й год был застабилизирован алкогольный рынок. Застабилизировалась смертность. И вот в 85-м году известная антиалкогольная кампания. Начали закрывать заводы, начали закрывать магазины и смертность резко пошла вниз. Алкоголь снизили почти до 5 литров, смертность снизилась почти до естественного предела. И вот в 88-м году к власти пришли силы, которые были враждебно настроены против этой политики отрезвления. В России эти силы олицетворяют такие одиознейшие фигуры, как Чубайс и Гайдар. Они предполагали провести приватизацию. А один из переводов французского слова приватизация – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и засунуть в карманы определенного количества близких людей. А как вы понимаете, ограбить трезвого и здорового намного труднее, чем пьяного и больного. И началась неслыханная кампания спаивания народов нашей страны. В 88-м, 89-м, 90-м, 91-м, 90-м. И в 94-м году количество выпитого алкоголя достигло 20 литров на душу населения. И смертность выросла тоже до 20 на тысячу. А сейчас где-то болтается, я говорю, в разных регионах по-разному. Таким образом, главная причина уничтожения народа населения наших стран – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольно-торговая мафия. Кстати, все слышали про газовую мафию, нефтяную, стальную мафию. Никто нигде ни слова не говорит об алкогольной мафии, которая не только миллиарды из карманов тянет, она еще и миллионами людей в могилу загоняет. Ну и политика наших правительств, которые в упор не хотят видеть самую страшную на сегодняшнюю проблему, проблему алкогольную, которая разрушает наши страны и выметает их с лица земли. Интересно вела себя рождаемость, а вот это уже социологический закон. Во всем мире рождаемость ведет себя обратным образом по отношению к душевому потреблению алкоголя. В 65-м году пили 6 литров, рождаемость была 20. Растет алкоголь, падает рождаемость. Стабилизируется алкоголь, стабилизируется рождаемость. Убирается алкоголь, рождаемость сама безо всяких программ резко растет вверх. Кстати, в 85-м году нигде никто ни слова, ни полслова не говорил о демографической проблеме. Она сама с собой решилась в 85-м году, когда убрали алкоголь. У нас в Российской Федерации каждый год добавлялась сверх нормы той, которая была, по 550 тысяч новых детей рожала. И вот снова начали заливать страну алкоголем, рождаемость пошла вниз. И вот сейчас, говорю, где-то она вот тут болтается. Таким образом, главная причина нерождения детей в наших странах – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольно-торговая мафия. И политика правительств, которые, болтая о демографической ситуации, не видят самую страшную проблему этой демографической ситуации – неслыханную алкоголизацию молодежи. Самая страшная проблема. Я вам нарисую еще один график. Называется он график. Коэффициент популяционной деградации нашего народа. Это процент школьников, которые сидят в школах для дебильных детей. Казалось бы, график рождения дебилов должен был бы связан как-то с графиком рождаемости. Правда? Ну, рождаются дети, часть рождается дебилами. Характерные должны повторять – ан нет. Выяснилось, что с точностью до 97% рождение дебильных детей связано с алкогольной кривой. Судите сами. В 1965 году пили 6 литров на душу населения. В Российской Федерации рождалось 8% дефективных детей. В 1980 году 12 литров, а с 8% поднялось до 16. Тоже выросло количество дефективных детей, рождающихся в два раза. Застабилизировали алкоголь. Застабилизировалось рождение дефективных детей. И вдруг в 1986-1987-1988 году произошло какое-то чудо. В 1986-1987 году количество дебильных детей резко упало и родилось менее 1%. Три года меньше 1%. Мы поначалу не могли поверить. Ну, как же так? В два раза сократили алкоголь, значит, опять до 8 должно, а оно меньше процента. Но когда мы проанализировали ход антиалкогольной кампании, выяснилось, что вот эти антиалкогольные меры в первую очередь ударили по молодежи. Именно молодежь совершенно спокойно перешла на трезвый образ жизни. Молодежь не ломилась в этих очередях, которыми всех запугивают за алкоголем. И молодежь нарожала абсолютно здоровое потомство. Вот эти дети, рождение 1986-1988 года, это последняя генетическая надежда русского и украинского народа. Последняя генетическая надежда. Вот этих детей и погнали за клинским пивом. Вот их погнали за клинским пивом, чтобы уничтожить их генофонд. Я, кстати, мы каждый год проводим слеты трезвенного движения на Южном Урале. И на одном из семинаров у нас выступала женщина. Она работает в системе народного образования в Кировской области. И она говорит, мы каждый год в военкомат подаем списки мальчиков определенного года рождения, чтобы их поставили на воинский учет. А в этом, говорит, списке мы всех инвалидов детства подчеркиваем красным карандашом. Ну, чтобы их и не тревожили. И тут мы, говорит, подаем списки. А военкомат звонит и ехиднейшим голосом говорит, вы что же-то свою работу-то не делаете? Мы говорим, какую работу? Вы что же в этом списке-то не подчеркнули инвалидов детства? Мы, говорит, бросились проверять. В нашем районе не оказалось ни одного инвалида детства рождения 1987 года. Абсолютно здоровое родилось потомство. Ну, а когда начали спаивать в Российской Федерации количество детей с отклонениями от нормы, в 2000 году, не в 2000, а в 1998, ну, это примерно одно и то же, у нас данных нет, достигло 37,5% детей с отклонениями от нормы. Более чем каждый третий ребенок. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта цифра уже перевалила за 50. Таким образом, главная причина дебилизации населения – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольно-торговая мафия. Это политика правительства, которая в упор не хочет видеть эту проблему. Кстати, интеллект наших школьников при Сталине замеряли в 1951 году. Интеллект школьников СССР был на втором месте в мире. Второе место в мире. И то, я думаю, там это подтасовали. При Брежневе пьяном уже 16-е место, а сейчас мы уже за 100-е место откатились по интеллекту российских школьников. Вот она, алкогольная петля, в которую загнали народ. Причем вот эта разница – это миллион людей в год. Миллион людей в год в могилу. Миллион в год и могила в миллион идет. Я посмотрел в интернете данные о смертности за 2004 год. Можете проверить по Российской Федерации. Самый высокий уровень смертности в 2004 году оказался в Ярославской области 27 на тысячу. Вот она, точка смертности. 27 на тысячу. 3% населения в Ярославской области за год было уничтожено ведущейся против русского народа алкогольной войной. Никакая чума, никакая холера, никакая война столько людей не губит. А самый низкий уровень смертности в 2004 году знаете, где был в России? Да вы ни в жизнь не поверите. С учетом убитых в Чеченской республике. 3,8 на тысячу. Я хочу спросить, где идет война? В Чечне или в Ярославской области? Когда в Ярославской области людей убивают в расчете на тысячу в 8 раз больше, чем в Чечне. В этом году я проводил семинар с учителями в городе Кстова Нижегородской области. И меня пригласили прочитать такую же алкогольную лекцию, антиалкогольную, в село Безводное. Я сказал, только чтобы собрали только старшие классы. Чтобы ни одного маленького ребенка, а обычно, знаете, всех туда загоняют. Я говорю, чтобы были только старшие классы. Если приеду, будут младшеклассники, повернусь, читать не буду. Но это разные лекции, что же вы первоклассникам будете эти графики рассказывать. Ладно, хорошо, Владимир Георгиевич, хорошо будут старшие классы. Приезжаю в село. Огромная школа. Типовой проект на 850 учащихся. Захожу. Собрали все старшие классы. 8, 9, 10, 11. Всех вместе 17 человек. 4 класса на такую гигантскую школу. Продолжение следует. Продолжение следует...